Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по прекрасной книги Великий музей мира. Победитель Атилия Вильгельмина Робертштайн. 1898 год. Картон Темпера 91 на 69. Будущая художница родилась в состоятельной семье в Цюрихе. С детства ее привлекала живопись. Однако в силу социальных ограничений в все времена женщине нельзя было мыслить о получении профессионального образования. В 1876 году после долгих уговоров отец все-таки отдал дочь в мастерскую Эдуата Пфайфера в Цюрихе, где она могла оставаться под родительским присмотром. Девушка делала большие успехи, а вскоре замужество сестры и ее переезд в Берлин дали возможность заниматься у известного мастера Карла Гусова. После чего в 1881 году она поехала в Париж, где участвовала в салоне изящных искусств. При успех в портретном жанре Робертштайн достаточно быстро стала финансово независимой от родителей. С 1891 года она проживала во Франкфурте на Майне вместе с подругой. Хирургом Элизабет Винтерхальтер Работы художницы стилистически очень разнообразны от классических несколько академических образов, как представленный победитель, до пейзажей, в которых чувствуется влияние экспрессионизма. Воин изображен в профиль, его голова увенчана лавром, торс чуть развернут в сторону зрителя, что придает герою монументальность и силу. После одержанной победы мужчина убирает меч в ножны, его лицо спокойно и благородно. Вот такое писание по книге «Великие музеи мира» к работе «Победитель» автор Отилия Вильгельмина Робертштайн, 1898 год. Пока-пока, до свидания.